леди и джентльмены говорят в англии где-то говорят господа у нас все проще можно просто говорить товарищи программка рук передач с вами как всегда я константин симонов ну что 2021 год почти закончился и последним нашим гостям ну скорее всего так и будет стал евгений вазим так получилось что женька буквально пару дней назад вернулся с туманного альбиона то есть с великобритании там тренировался боксировал естественно мы не могли пропустить события же не приехал мы его позвали говорим же ну заскочи расскажи нам как там жень привет сегодня ты с нами рядом и не один кто с тобой вместе мой сын надеюсь выдачи чемпион мира если будет батя слышать как бы пока все идет по плану как зовут его да не привет данил давай свой кулачок ты говоришь что уже есть какие-то бои какой-то даже рекорд есть даже нам уже так боксировал тоже но с такими же детьми там 4 боя провел 4 выиграл 3п пока меня все устраивает мне как понимаю у него как бы особо выбора тайне было да никто не спрашивал чем заниматься да жень к новому году как вообще подготовились сюда но там всякие такие хлопоты подарки шмодерки ну да в англии был какие подарочки привез уже вот развожу да вот и кстати да на мне один из них заранее благодарю евгения это вообще как какой-то действительно чудо потому что все знают что я большой поклонник футбольного клуба спартак москва он красно-белых цветов же не мне привез красно-белый шарф тем более клуба саут гемптон святые как бы есть такой момент немножко подтапливать клуб поэтому попал в точку жень саут гемптон как я понимаю ты там и проживал и буду жить там как бы то есть это там ну база нож хорошо как вообще возник вариант с англией что-то удивительное мне кажется блин на самом деле ничего удивительного там бы еще года два назад за это разговора ходили как бы то что ну будет вот такой момент ходили 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 как бы я об этом по сути знал только ну знаешь ждал когда это произойдет на самом деле вообще все что происходит в моей карьере вообще если для кого-то это удивление для меня это сугубо последовательность действий как бы то есть но я когда пахал знаешь но и даже когда у меня не получалось я знал что но так или иначе в конечном итоге но я своего какого-то момента добьюсь то есть возможно не в том варианте как я хотел бы там в идеале как бы так или иначе жень но все-таки более конкретно можно я помню что у нас был перед отъездом там разговор немножко были какие-то качели уезжать не уезжать пуша здесь скажем так помимо ну боксерской карьеры была некая такая тренерская небольшая пускай да надо было но для детей как бы жалко но там просто бросание не это много как родные знаешь стали там определенное количество людей что предложили предложили поехать туда предложили все условия по сути ну боксирует только боксировать в англии не в россии не но есть какие-то условия то есть был тот же эдуард райновский он тоже свое время германию его повезли как бы да тоже джорни беном я как правило тебя тоже вариант тренироваться еще и боксировать суть знаешь почему именно час это и выстрелила так то что во время пандемии многие короче в англии такие топовые джорни мэна которые востребованные были там у которых по 200 по 300 боев они это побросали из-за того что ну работы нет как бы они жили там только этим и но этот момент просто который должен был быть там год назад он ускорился как бы за счет этого и получилось хорошо твои функции да вообще принципе прилетел сразу попал в зал как вот бытовые вопросы всех это момент но у меня вообще отличный менеджер профессионал своего дела как будто есть но там уважаемый человек то в мире профессионального бокса его там где едик прекрасно знают они очень в теплых отношениях всех знать но там того же самого мариуса брэдис этом свое время как бы это он вообще ну там нашел ну там много моментов он с эдди хиром работал долгое время потом там из-за чего-то они там разошлись час как бы то есть но он также у него там и проспекты есть вот команда джорни мэнов набирается хорошая которая как бы но там даже хиром короче под впечатлением от нашего графика который мы вывезли потому что вот этот вот бой который должен был быть в андеркарде паркер часора мы о нем знали там уже за полтора месяца и но хиром говорит блин они боксируют каждую неделю как бы их остановит но ищи заранее замену это их не остановит последствия что уже через месяц как бы рустам фатхулин малый который с нами в команде он боксировал на другом вечере хирны и хирм как бы он пришел там развивал под впечатлением то что мы за что такую работу выполняем хорошо смотреть и прилетел ки предоставили жилье какие-то условия естественно зал бокса что за зал бокса вот тут славал бокс но вот мы в котором в основном тренируемся это по фу пан такой там семейный зал там это зал сейчас там тренирует человек здесь честно забыл ты боксер тебе можно принципе но и у нас с ним как такого контакта нет узнаешь там чтобы мы с ним это общались это зал еще там его отца был как будто еще одно он его развивает там в этом зале таких ну каких-то звезд там опять же там из российских там гей бутылла знаешь в 61 200 вот он туда приезжает там мага курбанов там ему нравится очень в англии то есть ну зал вообще другой скажем так как он оборудован то есть как это все руль не но выглядит в целом ну что-то к примеру бупаса андрюхи в москве это некий такой частный зал по бога это частный зал он он именно частный зал то есть как бы на все платят и абонентские взносы там и персоналки и прочее как бы и точно так же но тренируется именно здесь много людей на дан вот ты когда был гульком битком забиты да она то есть конкуренция высокая на самом деле проблем со спарринг партером скажем там с этим нет но опять же там битком я имею в плане коммерческого то есть сказать что топов там куча так такого нет то есть но так но это надо ездить как бы по другим залам где тоже а так там просто один бокс и футбола хорошо твой тренировочный день мой тренировочный день утренняя тренировка у нас мы живем там чуть подальше от боксерского зала утренняя тренировка у нас в другом фитнес зале он у нас прямо за домом там либо кросс либо по плану там работа который тренер говорит что делать вечером бокс туда уже едет до уже две тренировки в день хорошо опять же того что мы боксируем раз в неделю чаще всего да там но раз неделю бывает раз две недели там по каким-то моментам если что-то сдвигается у нас и график тренировочный но определенный то есть мы там первые два дня недели грузимся там максималки одно в тем третий четвертый день у нас там другое происходит например там четвертый день уже какая-то подводка если в пятницу взвешивания то есть ну тренировочный процесс именно расписан под наш график я понял но смотри я смотрел твои stories и что-то нарабатывали что-то отрабатывали что-то успел вообще схватить скажем другие тренеры были на самом деле от того что еще и боксировал приехал просто в такой бешеной форме просто нереально к я сам короче а то но и это но это чувствуется даже как руки знаешь что мы летим вообще все вообще по-другому просто то есть в бешеных хорошо но там вот иностранные тренеры как и поймать с тобой работа на лапах там держали не знает как это бывает там вообще который основной тренинда он русский в 2014 году туда пролетелом давида венесян туда сейчас ну такой восходящая звезда еще но он кстати боксировал с одним из моих соперников вот крайний бой защищал дилан да у него кстати рекорд 23 2 кажется достаточно не кислот в топ-100 как бы до сих пор то есть у него в следующем году будет большой бы вот слушай ну так вот можно нюансово в двух словах для искушенных зрителей все-таки ну какие такие фишечки вот был как-то денис лебедев он сказал профессиональный бокс вообще другую кость может быть что-то успел тем более английский бокс это вообще свечки ну смотри но вот то что я уже там прямо бросилась в глаза это на третий бой англичане у англичан вообще бокс не такой как у нас они короче у них нет вот это вперед-назад действия человека нет да они именно но вот топчется знаешь даже вот стопами вот с этими которыми боксировал то есть порой даже как-то на удивление легко они там в какой-то момент были для меня предсказуем потому что я привык но может быть у меня на топовом российском уровне с кем-то там это не получается а у них этого вообще как бы но и у многих нету за руб то любительской советской да 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 и мне вообще на порой казалось ты вообще дичьи особенного как бы то есть не считай там может каких-то мощи там наш таких моментов слушай ну те видеозаписи которые как бы ты мне пересылал то что я смотрел такая достаточно интересная атмосфера вот расскажи нам я тоже об этом деле атмосфера такая то что он просто вдвойне еще больше начинаешь бокс любить я первый вегетом город небольшой да да там по сути на такси разобраться там с англии в маленькие городки друг другу знаешь как у нас губкин там вот так вот города в 30-20 километров ты боксировал только в салгентом или нет ли он там ты вообще вообще не носил а куда выезжали валин был короче получается манчестер лондон как северная ирландия уэльс о шотландия еще портман есть такой город вот портман на берегу ла-манша да слушай но вот скажем такие если не берем джошуа паркер это крупное боксерское событие а это такие может быть были небольшие боксерские вечера вот опиши нам как это происходит там да ну как но там большие небольшие то есть что сравнивать но с чем сравнить большие небольшие среднестатистический российский вечер по профессионалам даже наверное дну местами покрупнее как бы все выглядит нет я просто к тому что скажем старо оскол город не маленький но у нас не бывает просто мы не знаем что такое а вечер бокса но вообще да там то есть там чтобы понимал раз в неделю около 20 вечеров бокса проходит по всей англии то есть там бы это вообще там продают билеты то есть там это чисто бизнес хорошо но вот в двух словах вот в плане там атмосферы организации вот один и атмосферу от чего обалдел и на первый вечер просто зрителям пришел 500 700 человек зрителей в англии могут так качнуть зал вы просто как будто там почувствуешь как будто 5000 я в риге когда боксировал в этом в супер серии в андеркарде там 10 тысяч арена была но вот когда я боксировал там может тысячу полторы было но в андеркарде боксировал то есть не заполненный зал был ну то есть вообще но никак знаешь а там но они гудят вот как на футбольных матчах и они знаешь но такие интересны еще одно такой момент обратил внимание стереотип того то что русские там бухают русские да там алка нация это такой бред как бы я не знаю может быть просто все кто это говорит они не знают англичанка или шведов просто нереального они знаешь как болеют это же такой момент обратил вроде короче они все в этом боксе вот знаешь когда выходит боксер они там гудят 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 бокс начался раунд они короче друг с другом бухают раунд заканчивается значит отдых они в лоб побухали такие взорвали любят отдохнуть да я просто помню что когда я был в киеве 2012 году тоже там сборная швеции со сборной англии играл в футбол и я просто попал на тусовку шведов и там тоже алкоголь лился рекой то я прошу мы далеко там не чемпиона в этом плане даже близко да же ну смотри каждую неделю кипа он был бои у меня я так посмотрел на бокс рогинга да у рустика еще даже он прямо прилетел то есть я еще неделю осваивался он уже там через день на взвешении боксе а тогда кажу слушай ну это мне кажется очень сложно были он с одной стороны как знаешь как когда мне но говорили что вот так вот будете думать да ну вы чё это ну подгоняете как так я тут бывает один бой проведу и потом два месяца это знаешь ну налаживаюсь а мне ну еще менеджер говорит подожди тебе еще понравится знаешь это и реально прошло какое-то время там месяц да я думаю блин да это кайф мне вообще вот ну вот именно в кайф отбоксировать и я чувствую от каждого боя то что ну боксирую я там далеко знаешь не с это не с обмороками и но я чувствую как я прибавляю от боя боя то что у меня там вообще я там начал работать там вторым номером я как по профессионал начал боксировать а вторым номером никогда в жизни не работал то есть у меня все вперед и только вперед а там научился там другим вещам то есть но много вообще пробелов знаешь закрыл которые вот были то есть но опыт вообще нереально и обстановка там ну не знаю там люди что ли добрее отзывчивые нету знаешь какого того но просто если сравнивать я прилетел когда шереметьево уже вот часу да все что-то злые какие-то на своих там это головняках но видно то что ну народ от своих проблем короче ну вообще нереально погружена а там знаешь но ты будешь прогуливаться с кем-то глазами пересекешься и он тебе улыбнется и хорошего дня пожелает знаешь а у нас так русская народная кавказская да слушай но в любом случае мы с тобой уже как-то говорили об этом судьба джорни мэна такая она очень тяжелая судьба underdog а вот с каким как бы настроением ехал как там но все киплин но ехал с настроением но настраивался на войну наверное ну да настраивался это более но думал что с чем-то придется знаешь ну с психологическими моментами как-то это бороться а там но такая обстановка то что там каждый кто вообще в теме в это до профессионального бокса менеджер промоутер боксер там проспект journeyman гейкипер там то есть каждый вообще ну все понимает кто что для чего то есть чтобы но вот ситуации расскажу примеру боксер пацан у него 30 он продал много билетов но вот он там популярный до местная звезда когда его менеджер подходит говорит пожалуйста не это самое но не прикончите его бы то есть но он парень слабенький и после боя как бы он сам подошел но и говорит блин спасибо это я там прочувствовал твою правую спасибо что ты ее придержал как будто есть там каждый понимает вообще ну знаешь не как у нас как было у нас другой немного момент но мне кажется мы еще во многом не недоросли там да не ну вот это как раз таки интересно индустрия скажем имя именно там индустрия у нас ну вот так если разврат чё попало либо один в кого бабки в бухе уют либо вообще какой-то случайный пассажир вот такие вот этот момент а там как бы ну там каждый занимается своим делом и занимается именно но им профессионально и причем этот график держать который мы держим как бы да даже модно блин это как бы ну такая работа что не каждый там проспект который считаете проспектом вообще может вывести такой график как бы то есть ну понятно понятно сушала как вот скажем рядовые британцы там ну и в зале и вообще в принципе идут то что к русским как отношения да вообще отлично там очень много русскоязычных там латыши они там по-русски разговаривают тоже да в теме эти акцентом да 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 там у меня до товарищ пример друг появился он там живет уже но лет десять из зала боксер он по кулачке к нам хочет приехать там в топ-док там или в хардкор ну короче залететь они курсе вообще что-то следят за российским боксом за все но сейчас они но к примеру если говорить там вот этом парне он как бы но следит там за кулачкой как будто не за кулачкой смотрят а так конечно но все следят то есть опять опять же но следят там на определенном уровне кому что интересно да да слушай ну ты там тренироваться как я понял тебя опять же вот судя по фотографиям по stories а вот курбанов кажется был до достаточно такой но сейчас он вышел на то да на это мага в одном шаге боя взвать этот чемпион мира да с кем я забыл как вот и хер и ты шер и должен был сейчас боксера точно на это в екатеринбурге а так у него еще а с дзю с младшим засту но там опять же это все бизнес как бы сведут ну понятно ты тренировался с ним вы вместе как бы были нам и смогли там с 2014 года он в порядке мою в полом жесткий немножко давай вот по для му тейлору в принципе ну суши 23 2 это блин это это хорошего надо него был этот даррен тетли он с ним стилом боксировали 10 раунда у него там 20 23 20 что 1 2 поражения 1 ничего так он тоже там ну это это уже люди как бы которых знают там да что все-таки робинсон там это люди вообще-то с ними можно боксировать на самом деле да со всеми можно гостей уже давно вы я после дико тренировского кстати когда у меня получилось такой шанс поехать к нему я после дико тренировского понял что все люди из мяса сделано как бы можно со всеми хорошо но по чесора паркер на самом деле ну как бы понятно кто-то следит за твоим инстаграмм кто-то нет был реальный шанс уже даже взвесился что в итоге чем году что в итоге то в итоге в итоге после взвешивания корону показала в итоге пришлось бы отменить причем но такой момент был нервный немного то что под угрозой весь вечер был понял то есть блин я там на такой нерве был приехал как всегда отличились да хорошо как проводил свободное время расскажи нам немножечко об англии просто явил что ты вот если было свободное время ты очень много передвигался ходили ездили такие общее впечатление общее впечатление под впечатлением под большим знаешь почему потому что но в этом в германии в латвии в эмиратах был но не было то не было значит чего не хватало природы короче но поскучал по россии то что зельдами а там она такая то что блевала еще и наши во многих моментах прикурить может дать как бы то есть но очень красиво зелени много вообще нереально есть там такие всякие пейзажи что еще но бонус то что мы на море живем то есть мы там кросс бегаем постоянно когда с утра мы бежим до моря до порта и обратно и каждый раз когда прибегаем туда я не знаю по какой частоте но заплывают короче лайнер вот эти знаешь туристично заплывал вот этот самый большой в мире которые самые 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 большой огромный надо нереально большой для первый раз жизни еще такие видел на его то есть но такие моменты мы нам всегда интересно когда мы бежим чтобы кто будет сегодня всегда разным хорошо но может познакомиться с кем-то может соседи какие-то были с какими-то британцами как вообще вот не но общество как рядовой британец живет рядовой британец тихо размеренно спокойно как бы надо салгентон да вообще но мне кажется но в лондоне вот единственное я не могу там звонок сказать мы каждый раз прилетали улетали в лондон и когда боксировали один раз в я думал что это мы в лондоне а мы там в пяти там километрах уже три города города да и то есть я не был в центре лондона показал он сетях бы не могу за сказать а так ну везде спокойно размеренной и много знаешь но таких и там же сейчас еще как раз рождество там 24 числа не отмечают 31 у них нет такого прям праздников 24 них новый год и там много часто такой ярмарочные движухи и знаешь там много таких как кварталов районов как вот новый старый арбат понял похоже когда то есть но такая длинная улица короче кафе а кстати архитектура нам тоже интересная архитектура классная и но там знаешь что вот даже для меня там не хватает хотя ему там не в нью-йорке жу там практически нету но знаешь каких-то новостроек там еще чего-то то есть среднестатистически люди живут либо в танхаусов это такие дома там на двоих ну нету короче высоток там я не знаю я видел там ну пару высоток но в лондоне и но есть манила а вот так вот во всех остальных городах хорошо телен то не самое высокое здание что ли 16 это хорошо телевизор смотрел там нет у нас его нет не было да я просто когда был всегда в гостиницах это самое посмотрел как бы то есть это только ради интересный язык стараюсь развивать чтобы знаешь ну понятно ну а так вообще схватывается да то есть терминологии по физкультуре по английскому языку только пятерки были по остальным всем тройки как бы то есть мне нравится да хорошо слушай ну в общем если так вот подводя некий итог мне кажется вот те опасения какие были но не были я знаю точно все-таки сейчас те другое настроение вообще то есть я на самом деле очень надеюсь то что я наконец-то но вот нашел того человека который в роли менеджера промоутера тот который мне нужен я его просто поздновато нашел и себе но раньше мы бы как-то заметили знаешь у меня может быть я бы там был не джернименом а гейкипером или проспект это а то есть это то есть другой статус но ну да то есть гей гейкипер гейкипер за на это был когда-то проспектом потом это самое хорошо давай немножечко о планах я как понимаю поездка все-таки какая-то будет продолжение да и будет вообще но как бы как первый контракт на там на три года мы то есть продолжение будет все зависит только будет геополитических как бы я себя зарекомендовал как бы ну все понравился всем как бы то есть и вся англия уже там наш но мир бокса как бы и боксеры там и менеджеры то есть я уже там через месяц приезжая на какие-то бои там вижу опять же тех самых людей там с федерации боксерской до английской и мы уже это они уже рады видеть это бывает даже были удивлены особенно врачи как бы это от графика но вот смотри даже такой момент агеев олег викторович это но при президент но не президент сейчас председатель профессионального бокса россии разговариваю своим менеджером он горит я за 20 лет боксе первый раз вообще такой график как бы вижу чтобы потом возили он как бы звонил задал вопрос они что реально боксеры неделю то есть вот такой прикол слушай но мы английский бокс отчасти воспринимаем по английскому кино в том числе горячий да то есть вот помнишь да вот так вот визуально все есть то есть там есть вот такие дядьки которые до жесткие есть но это для таких вот как тут думаешь там наш это вечера как будто там в кабаках где-то это на коврах надо не все все по счету да такого нету там даже близко это все легенды хорошо но то есть в двух словах этот сессионный будет какие-то поездки женщин мы понимали все таки ты как у час новый год что дальше новый год я приехал на праздники просто то есть все сезон боевой закон вот этот паркер 40 крайний вечер был в англии потом в январе дум думали изначально 18 января по плану уже вернемся но в январе отменили все вечера и полетим ну или в конце января или в начале февраля и там уже начался новый год там же раньше там же 24 да там же рождество скажем главнейшим нового года я важную ресурс они 31 это у них просто ты застал вот нет риса ну вот эту подготовку движуху там вот это люди сейчас все ходят шопятся в сосиски едят им пил а там снег есть нет там зимой дожди начинают с какая что там погода сейчас блин давай сейчас глядим давай сейчас был момент что звонил жене было 6 градусов в старом осколе 6 градусов 11 градусов а то есть там очень тебя жди ему прекрасно слушать там я думал то есть там новый год немножечко другой там другую хорошо же но в оконцовочке в двух словах а по старому осколу сейчас вообще что как никаких планов то есть нет сейчас все мысли туда вообще то есть я до строгировался тут у меня есть задача есть работа я этому счастлив рад я знаю что у меня знаешь но как-то сказать не частично уверен завтрашнем дне как бы то есть но не так как я в россии знаешь там отбоксировал и полгода сижу жду там у моря погоды как бы у меня семья дети как бы то есть это если бы у меня жена там не работала там не занималась сейчас все проще сейчас все сейчас все так как хотелось бы изначально чтобы было вот так вот то есть но даст бог получится сейчас когда вторую визу дадут там на два или три года уже был думать что-то за жену за детей чтобы тоже цели посмотрели блин ну прекрасно жизнь что желаем тебе успеха спасибо мне кажется так кратко но как бы емко и динамично согласись мы вот как бы в двух словах обсудили успехов не теряйся не пропадает в тумане туманного альбиона туманного альбиона желаем успеха с новым годом хороших выходных праздников правильно вот ну тебе тоже успеха дружище давай не скучай все удачи успеха счастливого ребята и и и и и и и